гориллы являются одними из самых исчезающих видов в мире. Причиной является разрушение их естественной среды обитания в Африке из-за вырубки лесов или заселения людьми. Кроме того, они часто становятся жертвами браконьерства и незаконной торговли, что еще больше сокращает их популяцию. Из-за этого предпринимаются многочисленные усилия по защите этих очаровательных животных. Один из таких проектов возглавляет Уилка, мужчина из Нидерландов. Он осознает, что без вмешательства у горилл не было бы шансов выжить. Радость была еще больше, когда женщина горилла Анжела была беременна. Но в тот момент никто не мог предположить, что произойдет в следующие несколько часов. Уилка узнал, что Анжела одаляется даже больше, чем обычно, она даже отказывалась от еды. Он знал, что это может быть признаком скорой родовой деятельности. В конце концов она стала беспокойной, застонала и легла, как и ожидал Уилка, начались роды. Специальная команда в Ратаре немедленно приступила к действиям и была готова вмешаться в любое время. Хотя центру сохранения не хватало ресурсов из-за нехватки средств, у сотрудников не было недостатка в преданности своей работе. Они часто работали сверхурочно, работали в ночную смену и вызывались поддерживать работу предприятия. Из-за отсутствия передвижных сооружений пришлось поставить палатку в углу вольера Анжелы. Некоторые смотрители даже приносили из дома одеяло и расстелили их на полу, чтобы Анжеле было удобнее. Без подсказки Анжела забрела в уютный уголок, устроилась там и подготовила свое тело к предстоящим родам. Несмотря на все их тщательное планирование, они упустили из виду одну важную деталь, которая вскоре вызовет хаос. Анжела уже начала готовиться к родам, мощными толчками крошечное потомство, наконец, появилось на свет. Хотя Анжела была опытной матерью, эти роды отличались от предыдущих. Ей пришлось мобилизовать все свои силы и выносливость. После необычайно долгих родов и благодаря поддержке помощников момент наконец настал. Результатом старания Анжелы стал сияющий малыш гориллы с блестящими глазами и широко открытым ртом, сделавший свой первый в мире глоток свежего воздуха. Анжела взяла своего новорожденного на руки, нежно баюкая его и используя свои темные волосатые руки в качестве подушки в один трогательный момент. Его крошечная рука цеплялась за ее палец, пока она с любовью осматривала его с головы до ног, выискивая любые признаки слабости. После того, как она была удовлетворена, настала очередь экспертов. Анжела терпеливо позволила ветеринарам осмотреть малышку. Она знала, что команда была здесь, чтобы помочь, потому что это были ее не первые роды. К счастью, новорожденный нормально дышал и хорошо реагировал на тесты, Вилцо поблагодарил всех за хорошую работу. Внезапно Анжела почувствовала боль, ее тело стало беспокойным, и ее внимание переключилось с ребенка. Внутри нее происходило что-то серьезное. Уилка, наблюдавший с отдаленной смотровой площадки, заподозрил, что это могло быть какое-то внутреннее кровотечение. Тот факт, что Анжеле не сделали рентген или УЗИ, теперь оказался рискованной и потенциально фатальной ошибкой. Анжела каталась по полу, пока ветеринары пытались дать ей лекарства. Но каждый раз, когда они приближались, горилла сопротивлялась, отбрасывая руки и ложась на землю. Анжела была полна решимости отказаться от любой помощи. Седация может поставить под угрозу их здоровье, и операция будет столь же рискованной. В этот критический момент Вилка понял, что здесь может происходить. По радио он проинструктировал бригаду готовиться к возможным дальнейшим родам. Сначала они смотрели на него с удивлением. Некоторые из них проработали в запарке более 20 лет и никогда не имели близнецов, видел у гориллы. Однако их не нужно было долго убеждать, потому что, изучив Анжелу более внимательно, они вскоре сами увидели, что происходит. Светло-серо-розовое пятнышко выглянуло и приблизилось к внешнему миру, Уилка был прав. Рождение близнецов у горилл было крайне редко, и еще менее вероятно, что оба детеныша родились целыми и невредимыми. Непосредственной угрозой было здоровье Анжелы, она начала сильно кровоточить и была истощена. Анжела, казалось, испытывала еще большую боль, чем раньше. Со стоном она схватилась за нижнюю часть живота, борясь с сильной болью, пронзившей все ее тело, и последовал еще один долгий период родов. На этот раз больше получаса, в конце концов Анжела растянулась на полу, задыхаясь от истощения. Родился второй, почти такой же ребенок, на этот раз девочка. Она была такой же крошечной и очаровательной, как и ее немного старший брат, но ее милая внешность скрывала ряд проблем. Второй ребенок был не таким здоровым, как первый. У него был кашель, затрудненное дыхание и признаки хронического обезвоживания. Любая из этих проблем может представлять серьезную угрозу, было бы действительно чудом, если бы она выжила. У Анжелы не осталось сил держать ребенка, бригада вытащила ребенка из вольера и доставила в операционную. Несколько мгновений спустя, когда Анжела села и попыталась отдышаться, чтобы прийти в себя, она со страхом посмотрела в ту сторону, где ее ребенок исчез за воротами вместе с людьми. Измученная и запыхавшаяся, она наконец уснула под бдительным присмотром оставшегося ветеринара. Ее дочь увезли в операционную, подальше от матери. Никто еще не знал, что это было совершенно неправильное решение, которое имело бы катастрофические последствия. Во-первых, ребенка подключили к нескольким шлангам, чтобы обеспечить постоянную подачу воды и питательных веществ. С тех пор, однако, план лечения стал менее ясным, так больше не могло продолжаться, команда почти полностью замолчала. Ни один из них не был оптимистичным, что этот ребенок выживет. Если ребенок был без сознания или плохо дышал, его обычно приходилось усыплять. Вилка отчаянно пытался получить экспериментальное лекарство, о котором он слышал, по нескольким звонкам в ближайший исследовательский центр. Возможно, это единственный шанс ребенка выжить, если бы у проекта было больше финансирования, он тоже был бы на складе. Препарат был специально разработан для этого вида западной равнины гориллы. К сожалению, ни в одном из близлежащих запарков препарата не было в наличии. Ближайший находился в Испании, на расстоянии более 1500 километров, это были хорошие новости и плохие новости. Это означало, что лекарство могло быть отправлено немедленно, но даже при ускоренной доставке оно прибыло бы не ранее, чем через пару дней. Команда круглосуточно заботилась о маленькой горилле, но, вероятно, этого было бы недостаточно, чтобы продержаться так долго. Уилка обдумал ситуацию в целом, Анжела, вероятно, не смогла бы родить ребенка в таком возрасте. И если эта женщина-близнец не выжила, то одной потенциальной матерью в будущем стало меньше. Усилия по репопуляции зависели от наличия достаточного количества самок, чтобы вынашивать детей. Тем временем Анжела очнулась от осна и изо всех сил пыталась понять, где она находится. Но как только к ней вернулось самобладание, она остро осознала, что потеряла своего ребенка. Она также чувствовала нехватку времени, потому что не знала, сколько времени прошло с тех пор, как врачи забрали у нее ребенка. По прошествии нескольких часов она поняла, что что-то не так, людей нигде не было видно. Она подхватила мужчину-близнеца одной рукой и подбежала к краю своего загона. Стучать свободной рукой по забору, чтобы привлечь чье-то внимание. Ветеринар, назначенный охранять вольер, скрылся через потайную дверь, опасаясь, что защищающая мать может в любой момент проявить агрессию. Молчание только еще больше разозлило ее, команда наблюдала за гориллой через камеру наблюдения. Для сотрудников ее поведение было хорошим знаком, потому что это означало, что она жива и здорова. Тем временем сердцебиение детеныша гориллы замедлилось, отдыхание участилось. Почти все сотрудники уже потеряли надежду, но у Вилка была необычная идея. Но когда он впервые предложил это, коллеги быстро отвергли его. Однако ситуация становилась все более отчаянной, и было решено попробовать. Уилка хотел дать Анжеле шанс поддержать ребенка в надежде, что это вызовет какую-то глубокую материнскую связь и сотворит чудо. Все еще одетый в белый хирургический халат, он вынес почти бездыханного младенца в вольер Анжелы, которая тут же заинтересованно склонила голову на бок. Преодолев свои эмоции, Анжела побежала к Вилка. Был короткий момент, когда команда не была уверена, собирается ли она быть агрессивной или нет. Но эти страхи исчезли, когда она осторожно взяла своего второго близнеца из рук Вилка. Они обменялись долгим понимающим взглядом, однако, когда дама горилла обернулась, она издала мощный стон. Но она не собиралась сдаваться, она осторожно покачивала новорожденного и покачивала его из стороны в сторону. В этот момент произошло нечто неожиданное. Почувствовав теплое объятие матери, маленькая горилла медленно вытянула конечности, движение, которого он не делал с самого рождения. Вилка был всего в нескольких метрах и едва мог поверить своим глазам. Он ожидал, что вскоре ему придется извлекать бездыханное тело из вольера. Но когда ребенок прижался к груди Анжелы, и она крепко обняла обоих близнецов, состояние ребенка внезапно улучшилось. Вилка подошел к ним и аккуратно приложил стетоскоп к груди ребенка, он снова услышал, как его сердцебиение участилось. На мгновение Вилка с трудом мог поверить, что его нетрадиционный метод действительно работает. Со смотровой площадки наверху он широко ухмыльнулся своим коллегам и показал им большой палец вверх. По крайней мере, на данный момент ситуация выглядела многообещающе. Еще несколько анализов подтвердили, что здоровье малыша действительно улучшается. Срочно необходимое лекарство наконец прибыло на следующий день. Уилка бросился встречать фургон на стоянке рано утром, торопливо нацарапал свою подпись и вернулся в запарк. Уилка снова вошел в ограду. Из-за тесной связи, которую он установил с Анжелой, она доверяла ему больше, чем кому-либо другому. После того, как препарат был введен, потребовалось всего несколько часов, чтобы он начал действовать. Жизнь младенца была спасена и, таким образом, важный шаг для сохранения горилл.